Вот очень интересная новость поступила к нам из, я не знаю, даже из Государственной Думы. Там сделали законопроект, правда, еще давно, но его переписали, который предусматривает возможность Роскомнадзору получить право собирать данные обо всех абонентах мобильной связи на своей платформе и продавать эти сведения коммерческим организациям. При том, что сейчас уже есть подобные системы, операторы связи напрямую действуют с коммерческими организациями, передают им данные, необходимые для выявления антифрода, мошенничества. А этот законопроект запретит такое взаимодействие и организует коммерческое взаимодействие непосредственно с государством. Притом, отдельно упоминается, что к этой системе, которая будет отбирать принудительно у операторов сотой связи данные, также подключить, естественно, силовиков. Не, ну, конечно, вопрос коммерции — это один разговор, да, чтобы как-то завуалировать истинные цели и задачи. Другой вопрос — это, конечно же, контроль с точки зрения политики, с точки зрения каких-то, может быть, оппозиционных взглядов. И здесь все средства хороши, потому что если вот этот 1% сверхбогатых граждан нашей страны не найдет эффективного механизма подавлять, угнетать и, значит, дурить 99% нашего общества, ну, перспективы будут очень и очень печальные для этой политической системы, да, этого режима. А здесь, видите, вот под предлогом коммерциализации, значит, что будут каким-то третьим лицам эти персональные данные граждан продавать. Это, с одной стороны, дико звучит, но, согласитесь, не так дико, как если бы власть заявила о том, что вот все это делается, чтобы у силовых ведомств было, ну, просто столько информации, сколько, в принципе, возможно им получить. Я не очень понимаю, как с коммерческой точки зрения, с практической пользой, которую озвучивает Роскомнадзор, это будет происходить, потому что и так все заинтересованные лица могут купить на черном рынке эти базы данных, которые просто бесконечно, значит, выплескиваются на просторы интернета, и если вы получаете вдруг назойливые смс-ки с рекламой, там, на почту или на ваш телефон, или какие-нибудь, там, значит, мессенджеры, и говорите, «Е-мое, да запарила эта реклама!» Теперь это будет вот с легкой руки Роскомнадзора, которая продаст наши персональные данные без нашего согласия. Я не очень понимаю, как это коррелируется с законом о персональных данных, который запрещает именно такой подход, но, с другой стороны, когда власть соблюдала ограничения законодательства, когда она считалась тем, что прописано в Конституции, например, да нету, напротив, есть задача, да, закроет глаза на все то, что под эту задачу не вписывается. Что касается силовиков и Роскомнадзора в целом, я не очень понимаю, зачем им эти данные собирать, они и так у них есть, да, закон об организаторах распространительной информации, если помните, да, по которой меня судили и блокировали мой сайт, и от него у нас и магазин мерча полетел, и, значит, формы, где мы собирали заявления на вступление в партию КПРФ или в наблюдатели записаться. В общем, целая огромная проблема у нас в результате этих блокировок появилась, не такая большая, как они хотели, потому что, если кто забыл, в решении была блокировка интернет-ресурсов Бондаренко, не сайтов, а, в принципе, неограниченных каких-то интернет-ресурсов, то есть всех, да, и очень хорошо, благодаря вашей общественной огласке и вниманию, и активности нам удалось этот беспредел хотя бы частично, но отбить. Так вот, эта тема организаторов распространительной информации, она же всех крупных каких-то интернетчиков охватывает, и социальные сети российские, и какие-нибудь там Яндексы, и там, и все остальное, все самое крупное туда уже давным-давно входит, и они передают всю информацию о своих подписчиках, включая диалоги, включая копии, я не знаю, там, видео или аудиоматериалов, которые, значит, там обращаются и так далее, и в этом плане, ну, посмотрите, это срез, это 90 миллионов граждан нашей страны в той или иной степени уже, их персональные данные находятся по необходимости, да, главного адресата, а именно спецслужбы правоохранителей, вот, что, наверное, не хватает, ну, черт его знает, это, как, знаете, борьба с ведьмами, да, любой тени шарахаются, им кажется, что что-то от них упускают, там, скрывают или не доходят до них, поэтому вот еще один источник, еще один источник, а гражданам, конечно, это мало понравится, почему? Потому что у нас есть конституционные права на тайну переписки, на свободу общения, на, в принципе, да, частную нашу жизнь, и, естественно, вся эта система самым активным образом все это дело просто ущемляет, да, нарушает, и в этом суть, собственно, гражданского общества. Эта проблема или любая другая в конечном итоге выливается в конечный вывод, да, единственно правильный вывод, народ достоин правительства, которое он имеет. Пока люди готовы такое скотское отношение к себе терпеть, к ним как к скотам будут относиться.